Наконец лето приходится пик заселения в общежитие. Наш корреспондент решила проверить, как обстоят дела в одном из самых известных студенческих городков деревни-универсиады Казанского университета. Смотрим. Общежитие деревни-универсиады продолжает круглогодичный прием студентов. Для многих стены корпусов уже стали родными, а вот первокурсникам еще предстоит обустройство. Пройдет оно без лишних хлопот. Благодаря автоматизированной системе общежития заявления можно подавать в электронном виде. Основные данные подставятся автоматически. Была проблема в том, что множество данных при поступлении, при заселении, при еще где-нибудь, везде происходит то, что мы заново заполняем данные. Теперь эти данные не надо заполнять, они автоматически переходят к нам, мы все видим и просто только по сути я указываю комнату. Теперь мне не нужно спрашивать со студента полностью фио, курс, группу, номер телефона, родители и так далее. У меня все уже здесь есть. Сама деревня-универсиады – это целый город внутри города. Помимо новых корпусов на территории есть спортивные площадки, мини-ателье, прачечные и магазины. Организовать свой досуг можно, вступив в клуб по интересам или присоединившись к студенческой жизни, насыщенной мероприятиями. А как обстоят дела с безопасностью? Дезинфекция, дератизация проводятся по плану. В каждом доме сидят вахтеры. И на КПП, контрольно-пропускном пункте тоже инспектора. И ребята ходят всегда по пропускам. Если, например, человека нет, пропуск забыл, то в данном случае всегда есть сетки заселения. И по документу, удостоверяющему личность, они всегда могут пройти. Желающих получить место в деревне универсиады очень много. Честь отдают студентам, проходящим по программе социальной защиты и иностранным гражданам. Остальные места распределяются между активистами с помощью рейтинговой системы. Студенты отмечают одну из самых низких стоимостей проживания – от 280 до 560 рублей. Когда только заселилась, мне понравился именно уровень жизни в деревне универсиады, потому что он сильно отличается от других общежитий. Даже если смотреть Москву, Питер, там похуже будут условия. Тут и комнаты чистые, слава богу, нет тараканов, никаких живностей. Конечно, очень повезло с соседками, то есть быстро и знакомых, и друзей новых нашла. Чтобы получить место в деревне универсиады, необходимо изучить критерии отбора, а также своевременно подать заявку на сайте Казанского университета. Приказы на заселение будут сформированы с 23 августа. Ариадна Кугушева, Универньюз. Продолжение следует... Продолжение следует...